Уважаемые коллеги, рада приветствовать вас в Москве. Наш сегодняшний короткий репортаж посвящен итогам первого дня работы Второго Всероссийского Конгресса по инновационным технологиям в эндокринологии, который традиционно начался в 10 часов утра с пленарной лекции академика Ивана Ивановича Дедова. В своей лекции он осветил вопросы, касающиеся основных, фундаментальных, приоритетных подходов современной эндокринологии, которые были им обозначены как большая персонализация терапии, вовлечения, изучение геномики, метаболомики, а также стратегически важное вовлечение клеточных технологий в процесс деятельности врачей-эндокринологов. После этого он старился на оптимизации те лечения, которые должны включать в себя своевременный скрининг и те факторы риска, на которые можно воздействовать в доклиническую стадию заболевания. Рассказал о том, какие современные возможности предоставляет нам диагностика в виде исследований различных форм, изоформ гормонов, также их биоритмов и их структур для того, чтобы эффективно лечить наших пациентов. И закончил свою лекцию он представлением о гетерогенности существующего заболевания сахарный диабет, о том, что генетические исследования, несомненно, ваше представляют большой интерес для клинической деятельности врачей. Собственно говоря, эта тема была продолжена дальше в лекции Валентины Александровны Петерковой. В настоящее время в условиях российского эндокринологического научного центра обстоит достаточно большое количество пациентов с неиммунными формами сахарного диабета, и, конечно, это направление является, безусловно, перспективным и требующим дальнейшего изучения. Закончила сессию по первому типу сахарного диабета клинический психолог, который предоставил большое количество практических советов в отношении того, как мы, врачи, можем участвовать в лечении наших пациентов. Конгресс был продолжен интереснейшим симпозиумом, который назывался «От инновации до клинической практики», в котором профессор Шестакова Марина Владимировна предоставила данные об ситуации с эпидемиологией сахарного диабета второго типа. Александр Стемич Аметов подчеркнул важность правильного дозирования и выбора аналогов инсулина в качестве базального компонента интенсивной инсулинотерапии. Следующий симпозиум был посвящен использованию новых технологий в эндокринологии, в частности, в диапетологии. Александр Юрьевич Майоров рассказывал о необходимости обучения и правильного выбора пациента при переводе на постоянную подкожную инфузию инсулина. Антария Юрьевна Арбатская предоставила данные, подтверждающие эффективность и надежность использования мониторирования в реальном времени, а также профессионального мониторирования при введении беременных пациентов с сахарным диабетом первого типа и гистационным сахарным диабетом. Следующая секция была посвящена психосоциальным аспектам лечения сахарного диабета. Целый ряд интересных штокладов были представлены в этой секции. Один из них касался того, что необходимо структурированно обучать пациентов с сахарным диабетом, и это обучение более эффективно в групповом своем варианте. Один из докладов касался комплоентности и некомплоентности пациентов с сахарным диабетом второго типа и необходимости удерживать пациентов на том уровне комплоентности, который обеспечит максимально эффективную терапию. Безусловно, интересным был доклад Александра Юрьевича Майорова, который был посвящен результатам исследования ДОН-2, в котором приняло участие более 15 тысяч людей. Из них 8,5 тысяч – это были пациенты с сахарным диабетом. И результаты этого исследования подчеркнули важность вовлечения членов семьи в лечение и обучение пациентов с сахарным диабетом. Как вы видите, уже первый день Конгресса дал большое количество полезной информации. Собственно говоря, ждите наши новые выпуски. Таким образом, уже первый день Конгресса дал нам большое количество полезной информации, которая, безусловно, пригодится нам в нашей повседневной деятельности. Оставайтесь с нами, ждите новых новостей.